Эй, ватсап, дорогие друзья! Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom. Меня зовут Юля. И сегодня я вам расскажу, как выучить английский язык не за три дня, не за один день, а за пять минут. Поверили? Пячи. Все же мы видели заманчивые предложения по изучению английского в максимально короткие строки. За лето, за 30 дней, во сне, с помощью гипноза. А еще вы, наверное, слышали об экспресс-курсах от полиглотов 80 уровня, секретных тактиках для обучения разведчиков и мастер-классах, которые открывают тайну изучения тысячи слов за два часа и помогают постичь английскую грамматику за 69 минут. Не знаю, как вам, но мне кажется, что-то здесь нечисто. Все, шутки в сторону. Сделайте глубокий вдох и face the truth. Чудодейственного способа выучить английский язык нет. Хотя нет, один все-таки есть. Берешь и учишь. Но это может быть очень длинный процесс, который продолжается бесконечно. Ведь язык не стоит на месте. Тут с русским пойди разберись. Каждый день появляются новые словечки, сленговые выражения. Поэтому и с английским надо Итак, сегодня мы развеем несколько мифов об изучении английского языка, а также дадим советы, как избежать неэффективных практик. Но для начала подпишитесь на наш канал Разрушителей Мифов и нажмите на колокольчик, чтобы получать видео вовремя. Это, кстати, не миф. А теперь поехали! Миф первый. Интенсивный пульс. Давайте рассмотрим, что нам дает интенсивный пульс. Из плюсов. Это быстрая скорость обучения, а также фокусировка на спике. То есть все внимание будет направлено на то, чтобы как можно быстрее разговориться. Но это и есть минус, ведь грамматика так и останется без внимания. Грамматические конструкции упоминаются вскользь или не упоминаются вовсе. Допустим, вы вооружитесь разговорными фразами на все случаи жизни, но на вашу стандартную фразу собеседник отвечает каким-нибудь пост-перфект-континьюсом. И... В дальнейшем вам все равно придется разбираться с грамматикой самостоятельно или идти на еще какие-то курсы, то есть, по сути, платить дважды. Так что, если у вас есть время, забудьте про интенсивный курс. Just forget it. Также не ждите, что на интенсивном курсе будет уделяться достаточное внимание постановке вашего произношения, особенно если вы занимаетесь в группе. Идем дальше. В интенсивном курсе делается упор не на качество, а на количество. Вы пытаетесь охватить как можно большее количество тем. А времени осознать, почему все так происходит, нет. Также будьте готовы к лавине информации. Все мы воспринимаем ее по-разному. И если вы занимаетесь в группе, то есть возможность чего-то не расслышать или недопонять. Еще. Заниматься вам придется по 2-3 часа каждый день. Are you ready? Еще не забывайте про тонны домашки. Вы справитесь с такой нагрузкой? Если у вас обрал на работе, кругом бегают маленькие дети, и вам все еще не хватает экстрима, то это для вас. И второй. Эффект 25-го кадра. Помимо экспресс-курсов, есть и другие разновидности скоростного обучения английскому языку. Слышали про эффект 25-го кадра? Кому бы не хотелось знать английский как королева Великобритании и не прикладывать к этому усилия. Вам показывают мелькающие карточки со словами, тем самым воздействуя на ваше подсознание. По идее, слова должны сами по себе запоминаться. Чудеса! Вот только производители этих курсов почему-то пишут на коробках с дисками, что методика предназначена только для людей с устойчивой психикой. А детям до 12 лет вообще почему-то запрещена. Да уж. С подсознанием шутки плохи. И эта методика отправляется в топку. Миф третий. Английский во сне. Знаете, это обучение английского языка, где вы спите, а у вас в наушниках в это время играет какой-то урок по английскому. Не обязательно про это говорить? Потому что вроде все взрослые люди. Итак, от чего зависит длительность изучения языка? Кто-то мне ответит на вопрос, сколько его учить? Для этого нужно понимать три вещи. Каким уровнем английского вы хотите овладеть? Каким уровнем английского вы владеете сейчас? И сколько времени вы готовы study hard? Определить уровень своего английского можно с помощью теста. Ссылка на него будет в описании. Кстати, знаете, во что многие до сих пор не верят? Что можно учить английский онлайн. А это ведь чистая правда. Если не верите, проверьте сами. В описании вы найдете ссылку на бесплатное занятие с преподавателем в EnglishDom, которое уж точно поможет вам выучить язык. Ну, пришло время прощаться. Под конец хочу добавить. Не забывайте, что все, что вы хотите делать, нужно делать с интересом и любовью. И если у вас есть драгоценное время, то лучше его потратить на эффективное обучение английскому языку с преподавателем. Главное – найти своего. С вами сегодня была Юля Тия. Ты хочешь подписаться на канал EnglishDom? Ты хочешь подписаться на канал EnglishDom? Ты хочешь подписаться на канал EnglishDom? Ну что, подписки идут? Эх, at least I tried.